Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Вавилонского. Обратимся к 46-й главе. Глава содержит, ну, по большому счету, надо сказать, насмешки над язычеством, над идолами, которым поклоняются вавилоняне. Заметим, между прочим, что популярна в наше время точка зрения о том, что разные там культуры, ценные или одинаково ценные, совершенно вот эта вот политкорректность не была бы близка ни пророку, ни его эпохе. Пророк очень резко говорит о том, что глупости – это глупости, и ничего ценного в них нет. И над идолами прямо вот насмехается, насмехается и говорит о том, что вот эти идолы, называя там каких-то вавилонских богов, Вил, Нево, это истуканы, которых возят на быках, на быках и на валах. И сами они двигаться не могут. И смешно, с его точки зрения, смешно, недостойно человека поклоняться вот таким вещам. Точно так же, как войска фараона Синахириба под водительством Рапсака за два столетия до этого осаждавшие Иерусалим, кричали и писали в подметных письмах, которые перебрасывали через стену о том, что вот мы победили богов таких городов, богов всяких городов, таких народов и таких народов, и вашего бога победим. И кончилось это все моментальным исчезновением всей ассирийской армии, как и об этом пишет пророк Исаия I, Иерусалимский. Вот обернув этот аргумент, здесь Исаия Вавилонский говорит о том, что ваши идолы ничего не могут защитить ни себя, ни тех, которые их носят или возят на телегах. И поэтому вот они ничего не стоят, не стоят гроша. Здесь же в ходе этого гимна, потому что это, конечно, поэтическое произведение, хотя, может быть, называть это гимном и не вполне точно. Здесь же посреди этой поэмы Господь через пророка обращается к израильтянам, «Называя их остаток дома Израилева, дома Аковлев, принятый мною от чрева, носимый мною от утробы матери». Те, для кого Бог стал действительно восприемником, кто при рождении народа Божьего принял его под свое покровительство в свои руки. И вот Господь говорит, «До старости вашей я буду тот же, до седины вашей я же буду носить вас, поддерживать и охранять». В принципе, здесь, как и на протяжении нескольких еще следующих глав, для пророка, конечно, основная мысль, что в отличие от разнообразных идолов, которые не в состоянии защитить свои народы и тех, кто им поглоняется, в отличие от них, единый и истинный Бог действительно защищает свой народ, так как он об этом заранее и говорит. Но кроме этого, конечно, нельзя не обратить внимание на слова о неизменности Бога, о том, что Бог вот во веки тот же. Далее, снова обращаясь и к израильтянам, и к язычникам, Господь говорит, «Кому подобите меня, с кем сравните, с кем сличите, чтобы мы были сходны». Таким образом, говоря о несопоставимости Бога Израилева со всеми другими, так сказать, измышлениями религиозной культуры человечества. И, в общем, трудно сказать, до какой степени понятно было для слушателей пророка то, что говорится в этих строках. Потому что, с одной стороны, для нас сегодня, с учетом всей традиции святоотеческого богословия и вообще новозаветной теологии, более или менее понятно, что может отличать Бога истинного от идолов разнообразных. Так, да, и мы можем, в общем, объяснить, что мы имеем в виду, говоря не о несопоставимости Бога ни с чем другим. Однако ж, тогда, 25 веков назад, сходство между Богом Израилевым и, вернее, скажем так, сходство между тем, как представляли себе своего Бога израильтяне и, как представляли себе своих богов какие-нибудь еще люди, вавилоняне, ассирийцы, еще кто-то там, эллины, вот это сходство было достаточно существенным. И действительно нередко то, как израильтяне описывают своего Бога, и хуже того, как они относятся к Нему, это очень напоминает племенных башков разнообразных ближневосточных народов, нередко мстительных башков, чрезвычайно корыстных, глуховатых и требующих достаточно варварского поклонения. Мы видим, как еще с Исаии Первого Иерусалимского и вот до Исаии Вавилонского в том числе, Господь говорит о отличии, о том, что Он не такой, мои пути не ваши пути, кто заставляет вас топтать дворы мои, для меня важно, чтобы вы любили дела милосердия, поступали справедливо и смиренно, мудренно ходили перед Богом, а не то, что оказывается важным для каких-нибудь языческих идолов. И вот здесь вот эта мысль тоже, кому уподобите меня, с кем сличите, с кем сравните, она может быть для автора в первую очередь призыв изменить свое отношение к Богу, чтобы оно не было похоже на отношение язычников к своим богам. Ну и если, в общем, быть честными перед самими собой, то аналогичная проблема у нас существует и сейчас. Мы тоже часто относимся к единому истинному Богу, так же потребительски, как язычники относятся к своим идолам. Ну и поэтому призыв, как сказать, убедиться в несопоставимости, в несопоставимости идолов и подлинного Бога, этот призыв для нас точно так же актуален. Далее Господь говорит через пророка снова, в общем, слова, которые звучат как насмешка о том, что вот берут золото из кошелька и взвешивают серебро на весах, то есть то самое, что идет в уплату за любые вещи, как чистые, так и нечистые, подразумевается. И вот из этого металла, из золота или серебра, наняв серебряника, делают Бога и повергаются перед Ним и кланяются Ему. Довольно пространные вот эти вот насмешки, они действительно, в общем, могут шокировать людей, которые склонны думать, что, ну, там, все религии ведут к Богу, что, вообще говоря, далеко неправда, и там все религиозные традиции равноценны и так далее. Гораздо интереснее, на самом деле, другое. По-видимому, среди израильтян, там, в Вавилонском плену, были и люди, которые из каких-то соображений политической выгоды, экономической, социального статуса, который, впрочем, у изгнанников был крайне низким. Вот, так или иначе, предпочитали не отвергать совсем вавилонского этого языческого культа, может быть, ради того, чтобы продвинуться при дворе потомков Новоходоносора, в частности, Набонида, который этот лунный культ насаждал и так далее. Ну, по разным соображениям, люди склонны отступиться от твердой веры в единого Бога, которая достал, была ими получена от предков. Хотя, может быть, эти слова дальнейшие, в 8-9 стихе, обращены и к язычникам, натуральным, так сказать, которые, тем не менее, Бог называет отступниками. Так вот, поразительные совершенно слова. Бог говорит вот какие. Вспомните, вот то, что идолы – это дело рук человеческих, и не более того. Вспомните это и покажите себя мужами. Покажите себя мужами. Бог в нескольких строках призывает собственных быть мужчинами. И спрашивается, а в чем заключается означенное мужество? Да что они должны сделать в такую квадратную челюсть и отрастить пудовые кулаки? Или, там, быть страшно брутальными? И в случае, если, там, кто-то случайно локтем задел, немедленно размазать обидчика по асфальту, вот, да, современные люди обычно полагают, что мужество – это что-то вот такое вот тяжеловесное, брутальное и грубое, путая его с хвостоством силой. Это для неандертальца мужественность, наверное, заключалась в физической силе. Здесь мы видим, что Бог говорит, что, друзья, если вы мужчины, значит, вы способны признать свои заблуждения и их исправить, что-то с этим сделать. Вспомните прежде бывшее, потому что я Бог, и нет иного Бога, нет подобного мне. Показать себя мужами означает из своего заблуждения, из своего заблуждения и вот какого-то такого отпадения языческого из поклонения идолов вспомнить о реальности и покаяться, изменить свое отношение к идолам и свое отношение с Богом. И это, в общем, чрезвычайно поучительная вещь. Человечность вообще, мужественность в частности, в том, чтобы двигаться путем правды. И дальше Господь говорит о том, что то, что Он решил, то, что Он задумал, то, для чего Он привел в движение ближневосточные народы, в первую очередь персов и царя Кира, это непременно сбудется. Все, что мне угодно, я сделаю. Дело не в том, что там Бог самодур, а в том, что Он предвещает предстоящие события и предлагает израильтянам удостовериться в истинности слов Господних в тот момент, когда эти события произойдут. И я сказал, и приведу это в исполнение. Ну и в заключительных строках главы Господь говорит о том, что вот послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды, что опять-таки может в равной степени быть обращено как к вавилонским язычникам, так и, в общем, к израильтянам, потому что прощение грехов Израиля дано, но никто не делает вид, что этих грехов не было. И вот поэтому далекие от правды может быть это и израильтянам тоже. Господь говорит, я приблизил правду мою, оно недалеко, и спасение мое не замедлит. И буквально в одном стихе мы видим две цитаты или два параллельных места из самого начала и из самого конца. она недалеко, это вероятнее всего явная или, может быть, и завуалированная все же цитата из второзакония, где говорится о том, что заповедь моя, говорит Господь, недалека от тебя, она для тебя ненедоступна. Я приблизил правду мою, она недалеко. это значит, что люди в состоянии эту правду узнать и за ней последовать, ее исполнять. Очень часто мы думаем, что ну вот там, мы вообще ничего не понимаем про Бога, про Его волю, мы бы были вообще рады исполнить волю Божью, но совершенно о ней ничего не понимаем. она где-то очень далеко. Или мы бы были рады исполнить заповедь, но мы слабые, немощные, там, значит, сил у нас нету ни духовных, ни физических. Ну, это как, очень возвышенно. Насчет любви к врагам, например, да, очень возвышенно. Господь иногда вот во второзаконии и здесь говорит, нет, она недалеко от тебя, это заповедь. Не так, чтобы надо было выше головы прыгнуть, ее исполнить реально. И это чрезвычайно важное откровение. Бог ставит перед нами задачи трудные, но реальные. И отговорки насчет того, что вся вот эта вот красивая песня про любовь к врагам слишком красивая и прекраснодушная, это отговорки. Правда близко, она исполнима. И вторая, конечно, цитата спасения моя не замедлит, вернее, будет сказать, что отсюда из этого места цитирует автор апокалипсиса Откровения Анны Богослова, где в самом конце Бог говорит, вот я гряду быстро, я тороплюсь прийти, ей гряду скоро в нашем синодальном переводе, чрезвычайно неуклюжем в данном случае переводе, потому что там скоро воспринимается как что ну это будет относительно быстро на будущей неделе, а не через 20 лет. Нет, там я тороплюсь прийти, буквально, в греческом оригинале, и вот спасение мое не замедлит тоже это слова о том, что Бог буквально опережает себя, торопится прийти в жизнь своего народа, в жизнь людей, торопится вероятно до нас не дошел некоторый такой троп стереотипный, о котором еще Господь Иисус вспоминает в словах «Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их». Вот это вот медлит. По-видимому, в фольклоре и может быть не только в иудейском, но и в фольклоре окрестных народов некоторое такое издевательское по сути рассуждение существовало о том, что ну да, Бог, конечно, сострадает, жалеет, все видит, хочет вмешаться, но очень неторопливо, но очень неторопливо. И вот здесь, как и потом в апокалипсисе, говорится о том, что это не так, что Бог не медлит, что мы подчиняем действия Бога интересам собственной корысти, когда представляем его медлительным и неповоротливым, а на самом деле спасение мое не замедлит. Продолжение следует...